МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа о тех, кто принимает решения в Ненинском автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» и в этом выпуске. Заключительная в этом году сессия собрания депутатов Ненинского округа прошла 16 декабря. Главным вопросом стало принятие окружного бюджета на ближайшие три года во втором чтении. Снижать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. К такому выводу пришли парламентари на заседание комиссии по экономической политике и бюджету. Новую спортивную игровую площадку открыли в городе. Участие в мероприятии приняли глава региона, мэр Нарьин Мара и депутаты городского совета. Поправки к проекту бюджета на ближайшие три года рассмотрели в окружном собрании депутатов. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. В соответствии с законом округа о бюджетном процессе предметом второго чтения по проекту окружного бюджета являются текстовые части поправки. Поправки подготовлены с учетом рекомендаций депутатских слушаний, которые состоялись 18 ноября 2020 года. Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на финансирование отдельных расходных обязательств Ненецкого автономного округа, не учтенных в проекте окружного бюджета в полном объеме за счет перераспределения средств. Общий объем доходов и расходов окружного бюджета на 2021 год сокращается на сумму 203,7 миллионов рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от фонда содействия реформированию ЖКХ. С учетом поправок объем доходов составит 19,89 миллиардов рублей. Объем расходов 22,14 миллиарда. Дефицит окружного бюджета на 2021 год остается без изменений и составит в 2021 году 2,25 миллиардов рублей. Мы сейчас рассматриваем только текстовые изменения в текстовой части, а также поправки, которые поступили после слушаний публичных и депутатских. Были приняты рекомендации и эти рекомендации были учтены в поправках губернатора. Практически все поправки, все рекомендации у нас учтены. С учетом рекомендаций депутатов увеличен объем бюджетных осигнований на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в поселок Андерман, на острова Колгуев и Вайгачи в другие сельские населенные пункты. В следующем году будут проиндексированы выплаты лицам, больным сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями, а также донором крови. По предложению депутатов уменьшено бюджетное осигнование на 2021 год, предусмотренное на содержание органов государственной власти округа в размере 143 миллиона рублей. Добавлены средства в размере 10,8 миллионов рублей на оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации. Почти 39 миллионов рублей направят на подготовку земельных участков в районе улицы Авиаторов для многодетных семей. Предложено направить дополнительно 52,8 миллионов рублей на субсидии по перевозке пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом. Что касается поправок в бюджет 2020 года, то на 2 миллиарда увеличится доходная часть. В связи с этим мы смогли закрыть задолженности по департаменту образования, это там в основном ресурсоснабжающие предприятия на 167 миллионов. Затем по департаменту АПК закрыли большую сумму, когда проходили у нас депутатские слушания, поступало предложение от Ижимского оленеводства для того, чтобы им предоставили субсидию на оборудование, им предоставили практически 10 миллионов на оборудование, на закупку оборудования. Затем предоставили 13 миллионов на субсидию по молоку. Кроме того, выделены средства на субсидию по оленеводству. Закрыта задолженность департамента здравоохранения перед Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. Таким образом, в 2020 году будет погашена вся кредиторская задолженность. Питание школьников и антитеррористическая безопасность. На заседании профильной комиссии регионального парламента депутаты обсудили вопросы в сфере образования. Информацию представил исполняющий обязанности руководителя департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Антон Пустовалов. По словам руководителя ведомства, учащиеся высоко оценивают качество питания. Депутаты предложили подготовить обращение в федеральный центр с просьбой увеличить финансирование на субсидирование бесплатного питания. Кроме того, парламентарии рекомендовали при необходимости пересмотреть нормативы финансирования питания учащихся. Мотивируя это тем, что произошел ощутимый рост цен на продовольственную группу товаров. И нет уверенности в том, что предусмотренных средств для организации качественного питания хватит в следующем году с учетом инфляции. Также депутаты при обсуждении вопросов антитеррористической безопасности учреждений образования рекомендовали администрации округа рассмотреть возможность снижения требований, предъявляемых к учебным заведениям в небольших сельских населенных пунктах. По мнению депутатов, это решение может значительно сократить расходы окружной казны. Реализацию мероприятий по итогам дней Ненецкого округа обсудили парламентарии на очередном заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Напомним, в январе 2020 года в Совете Федерации состоялись Дни Ненецкого округа. По итогам мероприятия было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития НАО. Документ содержит конкретные рекомендации в адрес правительства Российской Федерации, федеральных министерств, исполнительной и законодательной власти округа. В части рекомендовано предусмотреться финансирование строительства зданий инфекционного отделения и пристройки к окружной больнице, приобретение МРТ, строительство нового здания коррекционной школы, мероприятий по реконструкции морского порта в Нарьинмаре, выделение округу дополнительных межбюджетных трансфертов для решения проблемы высокого процента износа инженерной, социальной и коммунальной инфраструктурной территории округа. По строительству пристройки к главному корпусу Баренича, на сегодня документация есть по пристройке, все нам достаточно большую сумму представляют, поэтому было не поддержано ненакомым развития, значит мы планируем повторить эту историю, сейчас у нас в комитете должны были обсуждаться по пристройке, значит это цена опроса на 200, значит, но я думаю, что мы продолжаем эту работу и крайний срок, где Анатольевич, до 1 июня, готовят снова активизировать данные по этой пристройке. По словам Татьяны Лагвиненко, все заявки на включение обозначенных мероприятий были направлены в профильное ведомство, но были отклонены из-за ограниченного бюджета. При этом по отдельным объектам получено положительное решение. В 2021 году Ненецкому округу выделят 5 миллионов рублей на создание модульной библиотеки в Красном. Рапортовая инфраструктура сельских населенных пунктов, здесь, значит, работа ведется, значит, но мы сейчас запрашиваем с полярного района, в какой стадии передачи этих площадок и по получению, потом доведем информацию, что у нас еще будет. Также в следующем году запланировано выделение средств из федерального бюджета на проведение капитального ремонта Дома культуры «Поселка Красное» и Центрального Дома культуры «Воме». Размер субсидий составит 18,8 миллионов рублей. На 2022 год предусмотрен капремонт Дома культуры в селе Коткино. Мы заслушали информацию, и Департамент финансов предоставил нам, какая дальше будет проведена работа в этом направлении, будет заседание комитета и будет, как работают вместе с администрацией сенаторы в этом направлении. Депутаты предложили проводить совместную работу, чтобы максимально привлекать федеральные средства в округ, в том числе создать рабочую группу по мониторингу реализации постановления. Проблемы развития и сохранения коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе рассмотрели депутаты регионального парламента. В частности, речь шла о национальных видах спорта. Так Антон Пустовалов доложил, что Департаментом образования был разработан концепт проекта развития национальных видов спорта на 2020-2025 годы. Однако проект не прошел согласование по некоторым причинам. Одна из них – отсутствие в округе квалифицированных тренеров по этому виду спорта. Наши спортсмены, самое главное, зачисленные, они являются на обеспечении школы труб, финансирование мы полностью оказываем. Ребята показывают очень хороший результат. Вот в Красноярске, когда ездили, если видели фотографии мы в интернете, уже в новой форме, которую мы купили за деньги нефтяников, с таким национальным брендом разработанным, очень уникальными формами, как и вручения, те, которые выходят так, для тренировочных и для выступления. Для того, чтобы наши ребята, конечно, выглядели, когда приезжают, очень красиво. Парламентарии, в свою очередь, рекомендовали администрации доработать и принять проект развития национальных видов спорта в ближайшее время. Второй вопрос повестки – государственная программа сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком округе. В этом году на ее реализацию было потрачено порядка 11 миллионов 700 тысяч рублей из запланированных 13-ти. До конца года программа будет освоена на 100%. По бюджету, запланированному программу, все-то для общей информации 15 миллионов, на 22-й – 10, и на 23-й – тоже 10. Парламентарии рекомендовали доработать программу и наполнить ее мероприятиями по КМНС, которые на сегодняшний день исполняются другими департаментами. Это позволит обеспечить более координированную работу и системный подход к расходованию бюджетных средств. Снижать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов к такому выводу пришли парламентарии на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Напомним, на новую систему обращения с ТКО округ перешел в этом году. Наибольшие затраты возникают с реализацией полномочий региональным операторам по вывозу ТКО на территории Заполярного района в связи с дорогостоящей логистикой. В соответствии с существующей территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами региональный оператор вынужден вывозить отходы исключительно в Наринмар. Отсутствие соглашения с Архангельской областью и Республикой Коми на размещение ТКО препятствует транспортировке отходов из населенных пунктов полуострова Канин, Малоземельской тундры, Запада и островов Ненецкого автономного округа на ближайшие объекты размещения ТКО на территории соседних субъектов. Замглавы администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Олег Полодов рассказал о возможном решении по оптимизации расходов на вывоз ТКО. Планируется запустить в следующем году в селе НЕС пилотный проект. Там будет установлен инсенератор, установка для утилизации различных типов отходов путем высокотемпературного контролируемого обезвреживания отходов, что позволит избежать транспортировки ТКО в Наринмар. Депутаты в свою очередь предложили внедрять систему раздельного сбора мусора, проработать вопрос по использованию судов, участвующих в попережающем северном завозе для вывоза твердых бытовых отходов из сел. Участники заседания отметили, что мусорная реформа стала очень затратной для регионов со сложной транспортной логистикой. В этой связи Олег Холодов предложил объединиться с другими северными регионами для подготовки обращения Федеральной Центра по установке особых условий по вывозу ТКО для регионов, входящих в арктическую зону. Утвердили бюджет на ближайшие три года. В Наринмаре состоялась последняя в этом календарном году сессия собрания депутатов. Главной темой стало принятие во втором чтении проекта бюджета на 2021 год и плановый период. Законопроект представила заместитель губернатора округа, руководитель Департамента финансов и экономики округа Татьяна Лагвиненко. При формировании бюджета мы исходили, как и Российская Федерация, из двух приоритетов. Это исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных проектов. Проект бюджета рассмотрен на заседании профильных комиссий окружного собрания. Прошел депутатские публичные слушания. Между первым и вторым чтением документ был скорректирован с учетом поправок депутатов и губернатора округа. Учтены федеральные средства. Общий объем доходов на 2021 год составит 19 миллиардов 900 миллионов рублей. Расходов 22 миллиарда 200 миллионов рублей. Дефицит окружного бюджета 2 миллиарда 250 миллионов рублей. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Расходы бюджета Ненецкого округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. Также округ участвует в реализации 9 нацпроектов. Таким образом, на бюджете лежит существенная социальная нагрузка. Бюджет сбалансирован жестко, является дефицитным с учетом рисков недофинансирования отдельных видов расходов. На инвестпроекты предусмотрено 5,6 миллиардов рублей, в том числе более 3 миллиардов рублей. На дороге 1 миллиард рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Предметом второго чтения у нас является текстовая часть, изменение в текстовой части закона, а также поправки. Поправки были предложены губернатором в соответствии с теми рекомендациями, которые были приняты на депутатских слушаниях. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов отметил, что обсуждение проекта бюджета было непростым. Фракцию «Единой России» в собрании депутатов также не все устраивает в бюджете. Он не идеален. Как идеального, наверное, в жизни не бывает, но к этому надо стремиться. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что бюджет необходимо принимать для того, чтобы округ мог полноценно жить. Понятно, пришлось отказаться от каких-то дополнительных программ, которые не оказывают влияния на стандартную стабильную жизнь округа. Но, тем не менее, не все вещи, которые реализовывались в прошлом году, были приняты. Ну, опять же, понимая необходимость принятия бюджета для того, чтобы не пойти на одну двенадцатую финансирование всех учреждений ГРБС и фокруга, мы все-таки единогласно фракцией голосовали за принятие этого бюджета. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов также отметил, что очень важно принять бюджет в установленные сроки. Рекомендации вы слышали. Они достаточно большие, они достаточно серьезные. Но мы договорились с администрацией, что приложим все силы к тому, чтобы в первом квартале максимально в бюджете учесть все те предложения и рекомендации, которые были выработаны нами вместе и жителями, в том числе, в рамках общественных слушаний, депутатских слушаний. Поэтому я полагаю, что мы эту работу продолжим. Таким образом, бюджет на 2021 год и плановый период принят во втором и окончательном чтении. Депутаты городского совета единогласно одобрили проект бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 В ходе работы над бюджетом учтены все поступившие предложения и проект решения доработан с учетом замечаний и предложений контрольно-счетной палаты. Большая часть доходов муниципального бюджета обеспечивается налоговыми и неналоговыми доходами. В следующем году их объем составит порядка 700 миллионов рублей. Их доля в общем объеме доходов 80%. Согласно проекту городского бюджета на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году предусмотрено 274 миллиона рублей. В целом расходы на ЖКХ, дорожное хозяйство и транспортное обслуживание составляют практически две трети расходов проекта бюджета. Общий объем доходов городского бюджета в сумме 857,1 миллиона рублей. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 173,2 миллиона рублей. Общий объем расходов городского бюджета в сумме 872,1 миллиона рублей. Дефицит городского бюджета составляет 15 миллионов рублей или 2,2% от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На плановый период 2022-2023 годов планируется снижение дефицита бюджета на 0,3 и 0,2 процентов. Проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях и одобрен общественностью. Затем на комиссиях по местному самоуправлению Совета городского округа. Кроме того, в ходе сессии депутаты единогласно согласовали установку памятного знака работникам Печорского лесозавода, призванным в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Перечень видов деятельности расширит. С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в налоговый кодекс Российской Федерации, касающийся патентной системы налогообложения. В частности, расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система. Это деятельность автостоянок, ремонт, техническое обслуживание и мойка транспортных средств. Также платильщикам патентной системы налогообложения представлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период на страховые взносы. В связи с этим на сегодняшней сессии депутаты внесли изменения в 55 окружной закон и 103 окружной закон, в котором увеличивается количество видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения, а также в те, которые предприниматели осуществляют деятельность в торговле и общественном питании, площадь торгового зала увеличивается с 50 до 150 метров квадратных. Напомним, применять патентную систему налогообложения могут только индивидуальные предприниматели. Количество наемных работников ИП не должно превышать 15 человек. Особенность патентной системы налогообложения в том, что налог здесь рассчитывают, исходя не из реально получаемых доходов, а из потенциально возможных. Размер такого потенциально возможного дохода устанавливается законом субъекта Российской Федерации. В то же время в данном законопроекте происходит увеличение потенциально возможного годового объема дохода предпринимателя в связи с тем, что федеральный законодатель позволил уменьшить стоимость патента на разницу, если это есть страховые взносы, то есть уменьшение страховых взносов. А если у него есть наемные работники, то наполовину патента уменьшается стоимость его. В то же время это никаким образом не скажется на увеличение налоговой нагрузки на предпринимателя. А так как этот налог поступает в местные бюджеты, в этой сфере уменьшение дохода также не произойдет. Максимальный период, на который может быть выдан патент – календарный год с 1 января по 31 декабря. Минимальный один месяц. В соответствии с принятым на сессии законом округа размер потенциально возможного к получению годового дохода ИП по всем видам деятельности увеличивается. Наталья Кордакова напомнила, что в ноябре этого года на очередной сессии принят окружной закон о продлении налоговых каникул еще на три года – до 1 января 2024 года. Прожиточный минимум пенсионера вырос в Ненецком округе. В следующем году он составит 19 353 рубля. Законопроект, повышающий величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год, одобрен на сессии окружного собрания депутатов. Соответствующие изменения внесены в закон округа об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год. В сентябре был утвержден прожиточный минимум пенсионеров. С того времени формулу федерального прожиточного поменяла, пусть с опозданием, но она к нам пришла. И вот на этой сессии мы утвердили новый прожиточный минимум по новой формуле. Он практически на 1000 рублей стал больше того, который был утвержден в сентябре. Это позитивное изменение. Плюс в настоящее время в Государственную Думу внесен закон, насколько я знаю, о том, чтобы не допускать в будущие годы снижение прожиточного минимума в случае, если изменять какие-то параметры, которые используются в формуле. По сравнению с 2020 годом величина прожиточного минимума пенсионера выросла на 1397 рублей. Этот показатель необходим для расчета региональной доплаты к пенсии тех граждан, у которых она ниже прожиточного минимума. По данным отделения соцзащиты Ненецкого округа, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит порядка 1300 пенсионеров. 11 декабря – День памяти русских солдат, погибших в Чечне. Руководитель общественного движения «ЩИД» депутат окружного собрания Андрей Ружников и ветераны локальных войн почтили память погибших земляков на Аллее Победы. Они возложили цветы к памятнику ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Этот день не отмечен в календаре, дата носит неформальный характер. В этот день в 1994 году на территорию Чеченской Республики были введены подразделения войск Министерства внутренних дел и Министерства обороны Российской Федерации. «Для нас этот день очень важен. Мы вспоминаем наших боевых товарищей, которые погибли на этих войнах. К сожалению, из округа трое наших товарищей и земляков погибли на этих войнах. Прошло, горнило этих войн более двухсот человек из округа». В чеченском конфликте погибли тысячи солдат и офицеров, в том числе наши земляки. В чеченских операциях участвовало 250 молодых ребят из Ненецкого автономного округа. На Ринмаре торжественно открыли новую спортивно-игровую площадку. Это место для отдыха горожан всех возрастов обустроили в районе перекрестка улиц Меншикова и 60 лет СССР в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Участие в мероприятии приняли глава региона, мэр Нарьинмара и депутаты городского совета. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс теперь местное достояние места притяжения ребятни с окрестных дворов. Создание такого объекта – это инициатива жителей микрорайона Кармановка, которые очень ждали и всячески помогали в реализации задуманного. Она была, в общем-то, по большому счету, скажем так, запущена. Здесь был когда-то корп маленький, хоккейный, да, то есть, ну, это было еще десятилетия назад. Здесь она просто, как бы, скажем так, нуждалась. Она была выбрана в 2018 году на рейтинге голосования. То есть, сами жители выбрали это место? Да, то есть, люди проголосовали. И вот с 2018 года мы поэтапно внедряем то, что было людьми выбрано. Поэтому это абсолютно полная реализация желаний этих жителей. Универсальная площадка имеет три функциональные зоны. Поле для мини-футбола, волейбола и уличного баскетбола. Открытая площадка с тренажерами и игровыми модулями. Парковка на 18 мест. Среди присутствующих были ребята, которые занимаются воркаутом. Как рассказал лидер спортивного движения «За здоровый образ жизни Ненецкого автономного округа» и депутат городского совета Александр Терлецкий, одно из важных преимуществ новой площадки – хорошее освещение. Мощные уличные фонари позволят спортсменам заниматься даже в темное время суток. Увидеть на площадке можно не только тренажеры всех видов и мастей. Для маленьких посетителей построен детский городок со всевозможными горками и качелями. Есть тут и футбольное поле с возможностью игры в баскетбол. Но отдельное внимание заслуживает зона с силовыми снарядами и турниками. Ребята из Федерации воркаута Арктики оценили возможности площадки и остались очень впечатлены. «Очень хорошая площадка. Даже летом очень удобно будет с ребятами. Пришел, разогрелся футболом, поиграли минут 20-30. Пришли, позанимались так же. В перерыве даже. Но и ребятам очень хорошо будет здесь. Молодежи». Открытие объекта стало настоящим подарком не только для жителей микрорайона Кармановки, но и всего города. Это отметил и глава региона, который оценил качество благоустроенной территории. «Эта площадка для всех возрастов. То есть вначале ходим, вводим малышей на эту часть площадки, потом они подрастают и начинают уже приходить сюда играть футбол, заниматься спортом. Ну, на самом деле это подарок. И, конечно, очень важно, что жители сами проголосовали. Это народный проект. Это очень здорово. И я всех поздравляю, что накануне Нового года эта площадка теперь уже принимает и детей, и спортсменов, и людей старшего поколения. Поэтому это очень здорово». Напомним, площадка обустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость муниципального контракта составила 16 миллионов 886 тысяч рублей. В марте 2019 года горожане вынесли проект благоустройства пустыря на пересечении улиц Меншиковой 60 лет СССР на рейтинговое голосование. На Ренмарце проект поддержали, и он был включен в программу благоустройства. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 24 декабря на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok